Главное событие минувших выходных – Праймерис. Предварительное голосование за кандидатов в депутаты Кировского городского совета было организовано по инициативе партии «Единая Россия». Откликнулись ли горожане на столь необычную, пока еще для россиян, инициативу? Выясняли воскресный день наши журналисты. До выборов без малого 4 месяца кировские избирательные участки в этот воскресный день открыли свои двери в 11 часов утра и принимали избирателей. Праймерис – на что рассчитывали кандидаты и голосующие, поддержавшие решение о предварительном голосовании. Кандидат в первую очередь дает уверенность в том, что ему доверяют, ну или понятие того, что ему не доверяют. Голосующему это дает возможность показать, что все-таки есть вера еще в людей, вера в работу депутата и вера в то, что в нашем городе все будет хорошо. Вопреки прогнозам пессимистов, горожане на предварительное голосование пошли и с радостью отдавали голоса за своих кандидатов. Надо изначально знать, какой у нас будет кандидат, и думать о том, сможет ли он. Чтобы у нас улицы были чистые, чтобы у нас дети ходили, не боясь школы, детский сад, чтобы был настоящий мужчина, что ли. Но одно дело праймерис, а поддержит ли народ своих кандидатов на выборах? Обязательно это гражданский долг, надо это исполнять, я думаю, всем. То есть решение свое не поменяете к выборам? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Члены некоторых избирательных комиссий в этот день не переставали удивляться. И надо заметить, что причин для этого было немало. Удивление, положительное впечатление, потому что очень много людей пришло, идут и по первому, по второму, по третьему округу, очень хорошо. Это праймерис, а не выборы, но уже большое количество людей проходит. На некоторые участки избиратели пошли прямо с 11 утра, и поток не прекращался. Такой активности от населения комиссии не ожидали. Искренне радовались инициативе горожан и сами кандидаты. На выборах я не первый раз участвовал раньше как председатель избирательной комиссии, и поэтому все это для меня не ново, но как кандидат в депутаты я первый раз. Поэтому явка есть, молодцы, даже что, несмотря на то, что это всего лишь праймерис. Впечатляет. Впечатляет, во-первых, количество людей, которые посещают. То есть очень радует то, что небезразлична судьба поселка, то есть как ответственно отнеслись жители. Для кандидатов праймерис своего рода маячок. Стоит бороться или лучше отступиться. И каждый из заявившихся это прекрасно понимает. Все-таки это предварительные выборы. Они показывают, как население относится именно к кандидату. Если они отдают свои голоса, допустим, за меня, то значит надо понимать, что можно идти на выборы смело. Соответственно, ответственность. Мы идем на выборы, мы понимаем, что это будет большая ответственность. Мы к этому готовы. Радует то, что приходят люди разного возраста. Вот это самое главное, что не только, как у нас обычно бабушки и дедушки ходят, голосуют люди, идут разного возраста. Это радует. А по результатам, ну, посмотрим в конце дня. Ровно в 17.00 двери избирательных участков закрылись, и началась самая скрупулезная работа – подсчет голосов. Всего на участке в воскресный день пришли порядка 1100 человек. Самая высокая явка отмечена по округу номер 5, где победу одержал Алексей Гумнов. За него отдали свой голос около 10% всех избирателей, проживающих на данном округе. Ну, а в целом, голоса избирателей распределились следующим образом. Первый избирательный округ – победитель Евгений Рассказов. Второй – Андрей Иванов. Третий – Юрий Нестеров. Четвертый – Александр Фролов. Пятый – с лучшим результатом Алексей Игумнов. Шестой – Антон Трушенко. Седьмой – Мария Бородина. Восьмой – Михаил Микерин. Девятый – Вера Москаева. Десятый – Марина Михайлова. Одиннадцатый – Вадим Турчинов. Двенадцатый – Ирина Шитова. Тринадцатый – Сергей Захаров. Четырнадцатый – Ольга Шутилова. Пятнадцатый – Лариса Тимичева. Шестнадцатый – Александр Никанов. Семнадцатый – Андрей Дикий. Восемнадцатый – Юрий Домокур. Девятнадцатый – Александр Соловьев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова